всем привет сегодняшний видео обзор будет посвящен клеткам вольером колесам от танка новому зданию для содержания канареек привет всем поближе значит у меня есть колеса от бтр я все думал кому их пристроить и вот мне один подписчик написал мол отправь мне их почтой пожалуйста буду рад я беру колесо качу его на почту почта говорит к сожалению такое мы не транспортируем и колеса остались у меня по-прежнему в том же самом месте но вот вчера петух клюнул меня в интересное место я придумал куда девать колеса решил я сделать помещение для канареек может быть для попугаев пока не знаю в общем будем делать помещение колеса закопаем в грунт то ли это будет часть фундамента то ли это будет просто колеса будут закопаны в землю затем будет сделана небольшая стяжка и я забуду про эти колеса отправимся с вами в вольер где живут у меня пенантовые розелы я приготовил им новое помещение вам все сегодня представлю посмотрите зацените поймаем этих пенантов пустим еще они я их еще туда не пускал только вчера все сделал так что друзья приступаем к просмотру имеются у меня вот такие шесть колес кто не в курсе что такое колес от бтр а это вот такие бронированные колеса которые не пилятся не режутся и очень тяжелые так что вот эти колеса я планирую закопать землю под строительство видите сейчас я вам расскажу куда это все пойдет и что из этого получится итак перед нами участок земли на котором в принципе кроме травы ничего не растет и тут можно сделать небольшой аккуратненький такой курятничек или это будет попугоятничек ну назовем это курятничком здесь нам предстоит расчистить территорию убрать вот это колесо здесь мы выращиваем под пленкой здесь у нас салат кинза вот там видите только начинает сходить вот здесь уже взошел там вот кинза там красный салат попугаи очень хорошо это кушают канарейки и я тоже с моей семьей и так это надо будет убрать это как бы тоже колесо от танка но оно это не от танка это от трактора и там средина вырезана и получилась такая небольшая клумба под зелень затем вот эти кусты крыжовника они нам в принципе не мешают это остается я тут немножко уже начал расчищать территорию вот это вот дерево черешни придется выкорчевать она когда я посадил я уже прошло примерно 8 лет она первые два года разрослась потом вымерзла вон видите основание у нее разрушена и потом от пенька начала новые ветки пустила снова ветки выросли в позапрошлом году было 4 черешни воробьи быстро все съели мне ничего не осталось но в общем суть в том что ее будем выкорчевывать потому что это дерево идет прямо непосредственно по полосе здесь вот таким образом будет у меня заливаться фундамент хочу так фундамент залить и вот там еще дерево сливы вот как раз впритык до сливы будет фундамент то есть это выкорчевываем колесо перетаскиваем убираем этот поддержанный кролятник здесь был еще хуже кролятник я его уже разбил положил сушилку на дрова так здесь остатки предыдущей стройки кирпичи это все надо будет убирать то собачку мою барбоса мы переселим вместе с будкой будку немножко его надо будет подшаманить крышу сделать крышу сделать и все будет отлично будку думаю с собачкой отправить вот туда где у меня выгул кур и вот там в конце будут у меня будет жить собачка так по поводу колес друзья петух у меня есть хороший никому на суп не надо да я не отдам пошутил я насчет супа и так смотрите вот здесь хочу я сделать постройку и эти колеса от бтр а есть вариант закопать их в бетон то есть фундамент то есть выкопать такие пятаки туда их углубить и залить залить бетон чтобы они держали стену то есть на них будет стоять насмотрелся вчера в интернете там разных идей то есть все это делается или можно быть просто закопаю вот здесь ям выкопаю чернозем раскидаю по всем по территории огорода это будет только плюс а колеса просто здесь закопаются и я потом сделаю стяжку солнечно в общем сделаю стяжку чтобы то есть это будет стяжка пол в помещении которое я хочу построить эту это у меня здесь калитка мы попадаем курям там кролики живут два петушок зашел все в общем калитку тоже перенесем ну и к чему все это я показываю рассказываю вот здесь будет стоять такое помещение курятника можно будет назвать и затем в этом помещении то есть это будет для птиц как у меня есть рубрика вольеры клетки вот я думаю это будет вам полезно то есть вот суть видео то что вот колеса можно от них избавиться потому что реально никто не хочет их приобретать ну а сейчас мы с вами отправимся к попугаем покажу новый вольер для пенантов вот вот мы с вами находимся сейчас у канареек но канарейки здесь временно обратите внимание сейчас я дверь закрою тут немножко тянет так обратите внимание клетки канареек крепила щеглов они висят видите они висят на проволоке вот висят все это висит а это же у нас на это же у нас вольеры недоделанные тут осталось видите это дверцы сделать и здесь будут жить попугаи поэтому канареек пока постоянного места жительства нету там где они жили раньше там сейчас находятся неразлучники волнистые то есть канареек вытеснили итак вот у меня вчера до первой звезды работал здесь сделал такой вольер значит размеры вольера ширина 60 сантиметров ну буду говорить размеры с погрешностью 5 сантиметров это я думаю не суть важно можете сделать больше если хотите можете сделать меньше просто я немножко вам покажу какой у меня получился вольер ну и как для общего развития то есть смотрите ширина 60 сантиметров длина получается полтора метра и высота от пола до потолка получается 2 метра примерно до 2 метра метр два десять здесь значит что получается вот у меня такая дверь вот это вот будет центральная дверь вот видите рамка и эта дверь идет примерно пополам то есть если высота 2 метра то 2 то дверь у меня примерно сантиметров 70 или 80 достаточно дверь идет до пола из сетки здесь идет профиль профиль здесь кстати тоже профиль чтоб не грызли низ я поставил бревно ну и видите все это сшил на саморезы то есть мы бревно внутрь ставим саморезами зашиваем получается довольно крепкая хорошая дверь она не шевелится не гуляет по геометрии и никуда не ведет все хорошо затем я натянул сетку диаметр сетки 20 на 20 а диаметр вольерной к сетке кстати 25 на 25 волнистый попугай может быть вылезет может быть не вылезет но когда покупалась эта сетка очень давно в принципе под волну думали судили якобы не вылезет но пока не экспериментировал не знаю дверь висит на обычных саморезах значит смотрите внизу такая вот кормушка то есть мы выдвигаем ее здесь будет вода здесь будет корм если поддерживать в чистоте то корм можно просто насыпать вот насыпью суда морковки насыпал зерна нас его попугай подошел покрывал управились потом все это дело задвинули можно также выдвинуть поилочку допустим условная поилочка вы ее убираете а это все так перевернули помыли водичкой такой ящичек получается он из дерева вниз пол пластик обыкновенный пластик белый в общем вот так а здесь внутри бетонный пол торцевая стена побелена и там вот вы видите вверху есть выход на улицу но это как бы вентиляция выход на улицу посмотрим если получится сделаю нет значит будет просто у них вентиляция рядом ну все сейчас я достану попугаев и сюда их посадим сейчас покажу где они сидят изначально здесь вот у меня певчие зеленые над ними выше певчие синие вон они сидят а здесь внизу у меня живут пенанты вот они видите как они стены погрызли вот я попробую угостить его семечкой не знаю возьмет не возьмет немножко стесняется конечно камеры от полз ладно сейчас я их поймаю посажу в вольер покажу как это все смотрится в новом вольере все ребята клетку я опустошил птиц поймал для ловли этой пары пенантов я использовал вот такую вот перчатку здесь уже есть небольшие дырочки отверстия протертые со временем но если действовать ловко то в принципе пенант не кусается если немножко расслабиться может через это отверстие укусить за палец не то что укусить я бы сказал прокусить так что вот такая вот перчатка очень хорошо использовать для ловли крупных попугаев всем привет в общем так теперь эту клетку я реставрирую поменяю жердочки там немножко придется за зашпаклевать растворчиком и потом снова сузабелю и будет здесь у меня сидеть пара певчих у меня еще есть певчий попугай сюда посажу так а сейчас покажу как себя чувствует в новых условиях розелы вон они сидят сразу взлетели осматриваются самочка прям линяет активно самец практически заканчивает линять еще хвост у него там в колодках а самка вся вот такая вот в общем сейчас кратенько вам обрисую ситуацию вот кормушка я сейчас установил обратите внимание вот так здесь ручка это еще мебельная ручка со времен наверное 80-х годов или 75-х годов может начала 90-х такой промежуток времени за нее тянем просто тянем и выезжает у нас кормушка здесь у нас в баночке вода можно подвесить можно тут оставить здесь кормушка питания здесь сухая зерносмесь это просто овес семечки желательно давать кондитерскую семечку она мало имеет жира в себе мало мы менее масляничная кондитерская чем мелк крупная мелкая не пойдет а здесь вот остатки остатки роскоши на завтрак птица получала опять-таки замоченная здесь было и семечки видите сразу съели семечки сразу съели да вон одна кукурузина осталась сорга съели морковку вон от морковки остались крошки в общем вот это все они покушали а сейчас у нас уже полдень ну пускай доедают выбирают чтобы в общем вот так все это дело располагается сюда можно положить ветки любого дерева или можно даже ветки будет подвесить это уже по ходу дела посмотрим все вы поменяли кормушки и задвигаете это дело можно побелить можно оставить цвет дерева кому как нравится да у самца еще хвост не до конца вырос вот такой у меня пенантовый самец сейчас ближе сделаем птица конечно в восторге от такого помещения в плане того что у птицы появилась реально возможность полетать по крайней мере лучше того места где они жили там там тоже неплохо но надо стараться лучше делать условия в общем такие так значит по поводу птиц вот это у нас красный такой кирпичного цвета это самец пенантовой розелы пенантовая розела а вот справа от него самка соломенная тоже пенантовая розела вот такая вот у меня пара розел посмотрим пускай растут им до периода размножения еще примерно год жить то есть эти птицы идут в размножение с двух лет на сегодняшний день им примерно 10 9 месяцев даже может 8 месяцев в общем такой вот у меня сегодня обзор значит друзья кому понравилось ставим лайки кому не понравилось пишите что не понравилось будем работать над ошибками если такие есть ну я думаю в дальнейшем построим новое здание и в новом здании разместим канареек сделаем там им свежий воздух отдельно попугаи будут здесь потому что как ни крути но канарейки должны жить отдельно от попугаев я всегда это говорил сейчас просто у меня временные такие вот неудобства поэтому пока совмещаем приятное с полезным кстати мой новый кеннер распелся очень хорошо стал петь активно петь я бы сказал стал потому что хорошо это условно кому то нравится кому то не нравится значит поет активно и его родной братик задремал вот он хохлатый тоже оказался самцом то есть у у меня в этом году 2 1 2 первен первенца и оба мальчики представьте себе там на видео раньше снимал я говорил что по половому признаку я дул на клак усмотрел похоже на самца на самцов были вот так и оказалось так и оказалось что это два самца в общем на этой радостной новости я заканчиваю сегодняшний обзор продолжение следует оставайтесь на канале подписывайтесь ставьте лайки всего хорошего всем удачи вам в новом году чтоб все что задумалось все планы ваши сбылись на пересеньте далее и и и и